Ряд стран рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Приднестровский регион, а тем, кто уже там находится, скорее его покинуть. В частности, МИД Болгарии повысил уровень риска путешествий в Молдову до самого высокого. Также покинуть территорию с нестабильной безопасностью рекомендовали своим гражданам Министерство иностранных дел США, Германии, Израиля, Великобритании, Франции и Канады. В МИДе, между тем, пояснили, что такие предостережения – часть стандартного протокола безопасности, в соответствии с которым действуют внешнеполитические ведомства различных государств. Власти Болгарии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Молдову, а тех, кто там уже находится, принять меры покинуть страну имеющимися сейчас средствами. Израиль также обновил рекомендации о посещении нашей страны, призвав своих граждан, планирующих прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить поездку. Тоже рекомендует Министерство иностранных дел Великобритании, Германии и Франции. А 27 апреля посольство США в Молдове восстановило уровень риска путешествий в Приднестровский регион и рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть его территорию. В тот же день Министерство иностранных дел Канада рекомендовало своим гражданам в Молдове быть максимально осторожными и воздержаться от поездок в Приднестровье из-за риска вооруженного конфликта. Эксперт Промолекс Вадим Вьеру считает, что подобные сообщения абсолютно нормальные и не должны вызывать панику в обществе. То есть они ошиблись в формулировках, когда выступили с этим предупреждением? Я считаю, что есть ошибки в формулировках. Действительно, на левом берегу Днестра сейчас есть множество рисков в контексте тех событий, которые произошли в предыдущие дни. Но есть определенные провокации. Некоторые из них присутствуют и на правом берегу. Как следствие, болгарское правительство интерпретировало их в контексте и решило выступить с этой позиции. Но мы должны быть готовы. Возможно, в следующей неделе подобные сообщения еще будут. Не стоит поддаваться панике. Сообщения со стороны других государств, в том числе и других государств. Это нормально, когда страны защищают своих граждан. В последние дни ситуация вокруг Приднестровья резко обострилась. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатомета здания МГБ непризнанной республики. Затем было еще несколько взрывов и информация об обстреле оружейного склада в Колбасне. В Кишневе заявили о попытке эскалации. Ситуации предприняты противоборствующими силами внутри Приднестровья. В Тирасполе назвали это домыслами и сообщили, что все следы этих атак ведут в Украину. В Киеве заявили о провокации со стороны России. Тем временем самой России заявили, что в стревожной ситуации в Приднестровье расценивают последние инциденты, как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.